Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы продолжаем нашу сеть. 14 июня 2017 на западе Лондона загорелся многоэтажный жилой дом. 10 июля Москва горит торговый центр ЮО. 18 июля пожар в высотке на Новом Арбате. Вот только самые громкие происшествия, попавшие в недавние сводки на Россию. Высотные здания, это, как правило, большое скопление людей, поэтому происшествия, разникающие в них, связанные с пожарами и взрывами, могут приводить к большим жертвам и материальным потерям. О том, как выжить при пожаре, совета специалисты. Гость в студии, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по городу Севастополю Максим Белянов. Максим Шукович, здравствуйте. Добрый день. Давайте мы с вами, прежде всего, определим, как классифицируются здания по высоте. Классификация зданий по высоте определена в 123-м федеральном законе, это технические регламы, это пожарные безопасности. Можно классифицировать их по малоэтажные, многоэтажные, здания повышенной этажности и высокие здания. Ну, малоэтажные, наверное, это пятиэтажки привычные, да? Да, потом идет до 10 этажей включительно, потом свыше 10 этажей и потом свыше 50 метров, свыше 17 этажей. Какие требования по технике безопасности применяются к зданиям, обязательно они должны соблюдаться выше 12 этажей? Вот 12 этажки, да, жилые дома 12 этажей и выше, к ним предъявляется требование по пожарной безопасности намного аж 4, чем к обычным пятиэтажкам или к десятиэтажкам. Чем это характеризуется? Ну, конечно же, повышенными рисками возникновения пожаров и связанными с эвакуацией людей, с затруднением эвакуацией людей. Поэтому, во-первых, к ним должен быть обеспечен подъезд с всех сторон, для того, чтобы наша техника, коленческий подъемник или лестница, сейчас в МЧС, в городе Севастополя есть 50-метровая лестница и есть соответствующий автоколенческий подъемник, который могут снять пострадавших с последних этажей 12 этажей, вплоть до Накисаева у нас же 12 этажки находится, даже туда может добраться наша лестница. То есть 12 этажки это наиболее распространенные здания в Севастополе, с которыми вам приходится работать? Ну, их порядка 80 на территории нашего города. То есть больше всего, наверное, да? Нет, больше всего 5 этажек. Это были экспериментальные стройки во время Советского Союза, когда строили вот эти вот 12 этажки. Сейчас, конечно же, отходят от зданий поученной этажности стоят 10 этажки, но тем не менее на материковой части очень распространены именно высотные здания и здания поуженной этажности. Насколько наши севастопости, вот представители вашей службы, оснащены необходимыми техникой, оборудованием для того, чтобы бороться со днем вот в таких зданиях? Ну, как я уже говорил, что министерство нам передало автокалинический подъемник и автолестница в высоте 50 метров и более. Этого достаточно для спасения пострадавших и жителей города в случае возникновения пожара в зданиях полученной этаж, которая у нас имеется в городе. Как обычные пожарно-спасательные части оснащены аппаратами на сжатом воздухе и настолками повышенного давления, то есть создающие аэрозольное распыление и давление может свободно бить как до 12 этажа и выше. Также можно по рукавной линии подать эту распаленную мокодиспортную воду непосредственно в очаг пожара. Вы знаете, вот в сети интернет после вот этих последних происшествий, последнего времени недавно, появилось очень много видео, которые снимают люди дезориентированные, они растеряны, они мечутся, вот они находясь в очаге задымления, не знают, как себя вести. И наверняка вот это типичная ситуация, в которую попадают люди, оказавшись вот в таких вот моментах. Как Вы считаете, вот что нужно делать человеку для того, чтобы в такой ситуации как-то сгруппироваться, не знаю, сконцентрироваться, чтобы знать, как себя вести, что ему нужно, необходимо, какие знания? Ну, паника, как Вы говорите, она присутствует всегда, и человек, который подвержен панике и не сможет с ней справиться. Шанс у него, конечно, есть, помощь для наших спасателей, но если тебя в руки не возьмет, то они резко падают. Поэтому без паники, выполняя основные требования, связанные с руководством, необходимо выполнить, чтобы свободно и без получения соответствующих травм выйти на улицу. Ну, вот основные, какие основные, что надо, на что брать? Я хочу сказать, что здания, полученные этажом, стадионно-святажки, во-первых, они технически защищены от пожара. Это система противопожарной защиты, это автоматика, которая была установлена на них, это системы дымоудаления и подпора воздуха, то есть на каждом этаже есть люки, и в случае возникновения пожара в квартире срабатывает автоматика, автоматом открывается люк, включается насос на кровли, который вытягивает дым из коридора, второе насос включается и создает подпор воздуха в лифтовой шахте, чтобы дым не распространялся на верхние и нижние этажи. Эти дома оборудованы незадымляемыми лестничными клетками. Что это такое? Это не связанные с общими коридорами, то есть человек выходит в воздушную зону, при этом дверь, которая распространяет этот выход, оборудована доводчиками и уплотнителями притвора. То, чтобы дым не распространялся, выходит в воздушную зону, а из воздушной зоны также через дверь выходит в эту незадымляемую лестничную клетку и свободно может эвакуироваться на первый этаж оттуда на улицу. Если же все-таки у него не получилось это сделать, то необходимо закрыть дверь, мокрыми тряпками обложить дверь, чтобы продукты горения, дым не распространялись в квартиру. Выйти на балкон и привлекать внимание пожарной, желать на помощь. Если выше 9 этажа, в 12 этажах, было предусмотрено двери на средние балконы, в том числе и лестницы, на нижние и на верхние этажи. Это было предусмотрено именно для эвакуации людей. И вот сейчас, конечно же, часть этих люков заделана, часть закрыта на облако. Да, но они именно предназначены для эвакуации. А что делать? Вот закрыты двери, закрыта дверь, соседи взяли, скажем, там все это дело, замуровали. И как быть? Ну, как быть? Как я объяснил, необходимо ждать помощи пожарных. По благо, все они находятся в городской черте, где находятся в автодействии соответствующей высоты. Наши распространители требуют считанные минуты. Это не загороды, где не селом, они не распространены на эти здания повышенной этажности. И первый прибывший руководитель состояния пожара, оценив обстановку, он грамотно расставит силы и средства, поставит авторестинство и эвакуирует тех людей, которые нуждаются в помощи. А сколько, вот норматив, вы говорите, очень быстро приезжает, ну, хотя бы так, ориентировочно? Ну, в частях города, это 5-10 минут максимум. Бывают намного быстрее. Ну, вот первая часть, радиус отслужения, там, 3 километра в течение минуты на сборы и 2-3 минуты, чтобы добраться. Это если не учитывая пробки. Ну, обычно кареты скорой помощи, подразделения МЧС пропускают и пусть чуть-чуть в временном ТВ, там, на минуту, там, где задержатся. Но, я думаю, они превышают с недости минут, как раз хоть шесть лет. Вы знаете, вот все, как бы, как говорится, на бумаге все здорово, все грамотно получается. Но когда реальное происшествие не обходится, ну, как правило, без жертв. Почему? Ну, как вы считаете? Ну, паника в первую очередь. Первая паника, да? Конечно. Люди не знают, как действовать. Что делать? Начинают там, из простынили, сооружать ганаты, спуска, но хотя это очень опасно. То есть, ни в коем случае нельзя, вот давайте определим, чего человеку сделать нельзя. Ему нельзя самостоятельно предпринимать какие-то меры покинуть здание, да, такими нетипичными, скажем, способами. Ну, смотрите, если дым в коридоре уже, да, или огонь в коридоре, и ты открыл дверь, то весь этот поток горящего, горящего дыма и прозвольного горения пойдет в комнату. Можно получить озок верных дыхательных путей и потерять сознание упасть. Для этого, ну, поэтому нельзя открывать дверь, если вы знаете, что пожар возник на вашем этаже, дверь ни в коем случае нельзя открывать. Как я говорил, ее необходимо мокрыми полотенцами обложить самому в мокрое полотенце на лицо, выйти на балкон. На балконах строят, ну, строители предусматривают специальные, они называются, карманы, в которых человек может сесть и дождаться помощи. Ну, конечно же, нежелательно, чтобы балкон был спеклен, чтобы продукты горения просто выходили, а не заполняли балкон. Ни в коем случае нельзя самостоятельно покидать помещение. Можно дезориентироваться буквально на первых же шагах и потерять сознание, там же остаться. Приступать к тушению пожара только на ранних стадиях его возникновения. То есть, если видно, что кто-то, ну, стояли короткие, картонные, кто-то покурил и кинул курок, да, оно только-только начало гореть. Конечно же, необходимо взять ведро воды, вылить. Если там уже все горит красным пламенем или рисуемым пламенем, то надо закрыться и ждать помощи наших подразделений. Надо же немедленно позвонить в службу спасения, на телефон 101, уточнить место пожара, то есть указать адрес, место возникновения пожара, квартира, подъезд, крыша, балкон. Сказать, что дома находятся дети, либо пожилые люди, которые не могут передвижаться, либо инвалиды, то есть чтобы спасатели, выставая, диспетчера вызывая на вызов спасателей, они уже могли четко понять, что необходимо, какие дополнительные средства необходимо доставить вместо возникновения пожара. понятно, это река скорой помощи, понятно, автолестность 850 метров, но может быть еще дополнительно придется задействовать автомобиль из специального назначения. Это связи, это рукавный автомобиль, может быть это будет насосное станство, если это пожар, ну как бы в больших размерах уже. То есть надо четко вот эти вот вещи. Знаете, когда смотришь фотографии, когда видео вот этого пожара в Лондоне, просто поражаешься, ну так объято здание огнем, неужели действительно очень быстро все это происходит? Вот очаг возбирания разрастается в какие-то считанные минуты. Ну вот специально проводят в наших научно-исследовательских институтах МЧС России специальные исследования. И показывают, что пожар в квартире за 10 минут может набрать максимальную мощность. То есть вся квартира будет объята огнем. Если это больше огнем, то он может перекинуться на верхние этажи через неплотность и через отверстие. Почему в Лондоне здание все было объято? Потому что в системах наружной облицовки использовались горючий материал. И огонь выйдя на балкон, просто-напросто по этой облицовке пошел вверх, учитывая подпору воздуха, как встречка просто загорелась. И люди были в ловушке, они не могли не выбросить, Там к тому же, ну как естественная информация установлена были системы, находились в нерабочем состоянии, противопожарной защите, то есть никакого удаления, ничего. И были проблемы с того класса людей. А у нас в городе? Чтобы простить их вы, или им говорили оставайтесь, все будет нормально. У нас в городе какая служба проверяет пожарное состояние наших зданий, вот жилых домов в частности, вот чтобы все работало, чтобы не было там никаких нарушений? Ну это же конечно органы государственного пожарного нарушения. Все начали с расти и с такими жилыми отзывами. Ну и выполняются требования, которые вы предъявляете? Ну конечно. Много таких нарушений там, злостных там, которые позволяются? Ну, сейчас мы проводим профилактические мероприятия, то есть мы не привлекаем к администрации, у нас есть злостных нарушителей, предупреждаем. Да, но в последующем, при планировании проверок таких домов, конечно же, будет со всеми вытекающими последствиями. Ну я думаю, что это очень правильно, потому что когда на кону стоит и жизнь, и здоровье людей здесь, конечно вот этой беспечности и халатности быть просто не должны. Я с вами абсолютно уверен. Я хочу позвать вам удачи в вашей работе, и чтобы у вас все было спокойно и поменьше каких-то тревожных ситуаций раздавалось на вашем предприятии. Спасибо. Уважаемые телезрители, я напоминаю, у нас в гостях был заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по городу Севастополе Максим Беляев. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас.